Доброе утро, господа подписчики! Без долгих протисловий приехали на очередной коп, на любимые поля, пойдем в сторону леса. Вот, не отошли от машины еще толком, выскочила вот эта штука, сейчас покажу. Вот такая штука, один парень на канале подсказал, что это праздничные пуговицы с кафтанов какого-то там 18-го или 19-го века. То есть здесь гулянки были на этих полях, но мы это уже поняли. Вот, уже третья вот такая пуговка находится, прямо рядом с машиной. Так что поснимаем. Так, еще вот сигнальчик, гиречка выскочила. Вот такая вот. Идем к лесу. Так, ну, ребят, первая монетка сегодня, наверное. Пшикалку забыли. Очень жегче, как у меня ехали. Тряпочка в пакетике. Тряпочка в пакетике, мокренькая. Идем вон в тот лес, вон туда. Чего? Полушка. А чья? Чья, не знаю. Полоска. Полоска. Полоска, полоска. Тонкая, стертая. Поближе. Шли-шли по полю и зашли, смотри. Волуны. Посмотрите, поля прям, блин. Аккуратненько. Че они здесь делают? Два огромных волуны. А может даже и не два. О, смотри. Интересно, да? Вот сейчас по промоинке, и он туда в лесок. Попробуй. Фигнальчик, у нас Белон выскочил. 28-го года. Мы пришли, да, на советское место. Здесь все время есть. Потертый, конечно. Да. Вот здесь, да, вот эта полоса. 23-й. 23-й. 28-й. Да. Между березой, промоина, 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 уходит туда. Вот у нас здесь очень постоянно выскакивают ранние советы. Там Белоны поднимали. 23-й. 23-й? 23-й год. Интересно. Ну, зачет. Не зря топали. Вон оттуда. Так, вот у нас очередной сигналчик. Посмотрите, какая гирька интересная. Сейчас вам приближу, покажу. Да, блестит все, непонятно. Сейчас. Смотрите, как интересно. С таким узором как-то блестит. Интересно, что это такое. Сейчас за спласт. Что он сделан, не понял. Красиво. К кусту подошли сигнал. Господи, какая прекрасная погода, а. Что это? Не понял. Ну, било этим. Медно-никелевым сплавом, судя по всему. Стоит. Кружочек. Мертвая. Вкусность вообще. Просто ничего не уйдет. С этой стороны точно ничего не уйдет. Ну, с той тоже. Точно ничего не уйдет. Просто медно-никелевым сплавом. Еще здесь балочистый, поэтому она вот такая вот странная. Ну, вот это... Фиг знает. В общем, медный кружок. Тонюсенькая, как фольга. Знаю, что это, Люфмак, не советую. Что это? Ладно, будем очищать, смотреть. Может, жетон какой-нибудь ужасский бывает. Такие жетоны у него. Пойдем в лес, мы куда-нибудь пробовать зайти. Помнишь, пятейный жетон такого размера? Ну, да. Такой точно момент. Продолжение следует. Маленький цветной ключик. Катулки какой-то. Да, цельный вообще. С дурочкой в обоих. То ли медный, но медный, судя по звуку. Забавно. Ну, вот, ребят, рядом с ключиком, наверное, 2 метра прошел. Я уже достал и посмотрел, конечно. Вон посадочное место вот там. Копейка масона. Маша, год по конеюшу. В красных окишках. Ладенько. Да, ребят, с лесом у нас, как всегда, непреодолимая стена джунглей. Вот здесь был бы здесь сосновник или чего-то, да, в это время. Сейчас, конечно, попробуем, поищем. Пока идем вот по кромке, по промоек. Походу 1, 2. Че там вообще? А, Николай. Николай 1, 1, 2 или 1, 4. 1, 4. Что, это не видно? Ну, отмоем они, в принципе. Било вообще непонятно. Да, они здесь все, они красные здесь, вот в этой стороне, и бьют хреново. Че-то, че-то. Здесь какой-то, да, здесь какой-то сублинок. Здесь Массон, здесь где-то вот одна вторая Николашкина. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Сегодня с большой лопатой, что-то у меня торпало. Не выкопал. Выкопал. О, где она? О, это будет. Сейчас точно будет, даже без пина будет. Я думаю. Без пина не будет. Не вижу. Сейчас найдем. Вот она в комочке. Ох, что-то крупненько. Ребятки. Ух ты, какой круп, блин. А, нет. Питак, что ли, Массонский? Ты обнаглел. Чего? И так Массонский он уже опять. Блин, она вся красная, ничего не понятно. Давай, махаемся сейчас. Вики камеру возьму. Ой, они все знают, что мы курим. Даже иногда выпивают собственного приготовления. Магазинный алкоголь уже, кстати, когда не пьем, года два. Делаем сами себе. Не знаю, что ли. Массон, Массон, однозначно, вон они. Да? Ну, какая номинал-то? На пятак не похож. Больно мелкий. Питак, пятак. Больно мелкий. Ну, не видно, для вас. Красный окисл. Вот только что копейку масонскую нашел. Крылья, вот они все. Луминал-то какой, баймин. Не видно. Он, видите, куст? Сейчас покажу. Где-то вот здесь. Не вижу. Вот. Возле него были крупные все находки немного. Что? Короче, вот здесь монета начинается. То есть, такое ощущение, что здесь был вход в лес. Но по картам дороги здесь нет. У нас навигатор с собой с залитыми картами старыми. А, ну и гирька, вон, смотрите, еще одна симпатичная. Целенькая. Короче, смотрите, что у нас есть. Та-дам! Церковная земля. Церковная земля. Вон там границы проходят, а вот эта вот она, вот сейчас по кустам полетит. Целый кусок склоня. Шарахнул, конечно. Шарахнул. Ну, и благо. Серебро здесь. Ну, да. Оно было посеребренное, очень старое. Обалдеть. Обалдеть. Цветы снизу. Какой-то дядька. Маленький дядька. Сейчас поищем, может, остатки найдем. Порезем в лес, попробуем. Да. Сейчас осмотримся. Поймем, что и не хрена тут делать. Во всяком случае, в это время года. Да. А сюда можно только весной. Только весной. Везде крапива. И у виток все плющом. Ладно. Время тогда тратить не будем. Выбираемся отсюда. Идем бить эту землю церковную. Были бы елки на песочек. Ну, что-то. Ладно, выходим. Так, вот. Что-то, да, полчаса ходим, ни одного сигнала. Ну, бывает. Мы там исследованиями занимаемся. Наконец-то что-то выскочим. Думаем, наверное, все-таки пожрать-съездить. Пол копейки. Пол копейки. Пол копейки. Господи, мне пусенька. Так вот череп, не пол копейки. А? Не знаю, что это. Господи, Александр. Александр, наверное, на вторая. Александр второй. Полушкой. Полушкой? Так, накопались. Монеты есть, всякие интересные штучки есть. Поля не скосили, в лес не влезли. Вот. Не знаю, вечером сил хватит, время уж четыре. Если нет, то завтра утром еще съездим, думаем, на покосике прокатиться. Там поискать. Я тогда соберу все в один ролик. Ладно, сейчас убедать надо ехать. До встречи. Мы не уезжаем. Мы не уезжаем. Мы вот еще решили. Ну, пока без приборов. Здесь переправа была через реку. Брод. Посмотрим, что здесь делается. Здесь даже стояли какие-то строения. Вон, да. Себе от них не таскать. Парни, включусь. Ну да, вот он, брод. Здесь даже колея утракторный остался. Курок здесь, да, уйма. Ой, блин. Неглубокое. Кстати, с той стороны мы ходили по заливным лугам, вот по этим. Хрена там, ничего нет. Ребят, день второй. Решили не химичить с покосами, а вернуться обратно и побить церковные земли. Погода плохая. Время немного. Первая находка. Вот такая хрень. Канинка. То конина, то ли знаю. Ладно. В камышах стою. Ай, ес, камыш. Ай, ерня. Сейчас с крестикой выскочил. Обычный лепесток сломали. Ладно, ищем дальше. Так, палубка выскочила. М, пи, р, р. Ну, внутри тоже что-то написано. Отмачивать. Эм, пи, р, но на латинском. Империя, что-то такое по-латински империя целенькая. Посмотрим. Я такую не встречала. Ай, елот. Верховая глазами копейку нашли. Почему она блестит? Гадат какие. Раня. Раня, раня. Очень хорошо. Первую манецу. Тридцать четвертый. Угу. Еще один ключик. У нас выходные ключик. Слушай, какой интересный. Прикольный. Обломанный, правда. Ну да. Пойдет. Еще монеточка. Тоже немытая копейка, масончик. Будем мыть, смотреть. Так, сегодня нечасто. Полушка. Полушка, да? Ты же сказал, что деньга Александровская, меньшая размера. Полушка, лопушка. Дождь начался. Но мы не сдаемся. Разгневали мы чем-то деду вчера. Одна чернина под катушку. Я тут. Ну вот она. Маленькая, да? Сопнул ты по ней. Блин. Подолбила 48-м, потому что я на 18-ю частоту сбежал. Сопнул ты по ней. Ну. Не я. Это чупакабра. Вот сколько. Вернуло. Что хоть заманит кто-то? Масон. Послушай. Первый пакетик. Чуть-то. Да, Масон. 32-го года. Не, не Масон. 52-го года что-то. Николай, да. Николай, первый. Товарищи, Мы нашли корону шмурдильера. Вот как она выглядит. Кипец на это рисунок. Смотрите. С рисунком. С узорчиками. С этими штучками. Да. Реально корончик мурдильера. Блин, а что это? Смотри. Узор. Узор. Ну все, корона. Все, ребята. Я королев шмурдяка. Ха-ха-ха. Вообще, все свободные. Хрен, кто из вас откапывал такие вещи. Слушай, а что это вообще? Реально все свободные. Ну правда, да? Узоры, корона. Вот она как выглядит. За рухомчиком из фельдера выглядит и не на шахте. Да. Да. Отошли от места залегания короны. Чуть-чуть. И что-то там сверху она. Она сегодня все находки сверху поднимает глазами. Что ли? А? И так? Вот так. И так? Вот так. Чей, масон? Нет. А что? Либо Александр Третий, либо Николай Второй. Что? Ототру, посмотри, время. Ё-моё. Время, да, там скорее. Что-то наверху что ли лежит? Да, прям сверху. Так. Бухни. Ну ладно, что-то учишь. 70 какой-то. Александр, скажи. Александр Третий. Нет, где здесь Николай. Да, походу, очень похоже. А может 1905, может это нолик, а не семерка. Очень плохой. Нет, 70 какой-то. Ну да. 1870 какой-то. Хорошо. Вот так вот. После короны шмурделоза. После, да. Пятак сразу выскочил, сразу чешуя вываливается. Михаил Федорович. Что такое? Ну вроде да. Ничего. Ну вот здесь даже буквально паховано. Короче, тем, кто с теркой ходит. На частоте 1875, и такие звучат, минус восьмым сигналом. Абсолютно точно. Так что, минус восьмерке можно, конечно, сколько мы находили просто. Звенит она очень интересная. В принципе, звенит от 12 до 18. Зависимости от того, как лежит. По-разному, конечно. Она может и больше, может и меньше. Ладно. Ещё монеты вроде. Серебро, надеюсь? Нет. Эх. Получка. Пойдёт. Это что? Пойдёт. Ну чё, одна монеточка. Полушка. Николая Первого. Шоркать не буду. Потом посмотрим. Ну всё, ребят, накопались. Сбежали с поля. Последние находки не снимали. Потому что дождь плеванул. Но пока шли ещё. Бежали, точнее. Ещё чуть-чуть наковыряли. Всё.